Мне выпала честь открыть сегодняшний концерт. Ну, наверное, нужно сказать пару слов вообще, почему мы сегодня собрались. Сегодня, конечно, не очень веселый случай. Обычно концерты начинаются. Петел Борисович, опять же, не друзья, как мы сегодня будем. Но сегодня немножко такой грустный день. Сегодня у нас полно два года. От нас ушла Вика. Вика Короткова, одна из лучших бар-металисток нашей страны. Певица, руководитель управления ССБИК. И те друзья, к которым я отношусь, конечно, это пережили очень тяжело. Тем более, так известно получилось, что я ее какое-то время, самое начало, ее карьеру как-то курировал, поддерживал. И считал каким-то своим таким делищем. Тем более, так сказать, мне было очень приятно, что у нее такой творческий рост, что ее так любят, что она прогрессирует. И, естественно, все у нее впереди было, так скажем, были большие перспективы, и вот все оборвалось 3 ноября. И сегодня мы, музыканты, решили сделать концерт, вспомнить ее, вспомнить эту замечательную девушку. И, конечно, нужно еще, наверное, сказать пару слов о том, что мы собираем средства на обустройство ее могилы, потому что родители, мама, которые присутствуют в этом зале, живет в Ставрополь и часто сюда приезжают. В общем, нужно как-то этот вопрос решить совместными усилиями. Я думаю, что мы какие-то книги соберем и установим какая-то скромная память. Вика этого достойна, и мне кажется, что это нужно сделать, мы от этого меня объединили. Ну, здесь сегодня будет присутствовать много музыкантов, я думаю, что они скажут что-нибудь. Я думаю, что нужно начать что-то сыграть. Честно говоря, я даже не знаю, что нужно сыграть. Наверное, я с известной девушкой, вы ее узнаете. Может быть, она будет очень уместна. Давайте мы только звук выведем. Давайте мы только звук выведем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Хорошо, согласен. Как вы думаете, искусство вечно? Вам совершенно плевать на искусство? Респект и уважуха. Ладно, поскольку вам плевать на искусство, мы тогда для вас будем сейчас играть. То, что мы сейчас исполним, имеет достаточно добрую историю. Я написал ее, по-моему, в году 2002. И с тех пор мы, наверное, эту пьесу не исполняли по разным причинам. Не исполняли. Сначала она оказалась вычурной, потом слишком джазовой, потом слишком грустной. Но, мне кажется, что сейчас сложились так обстоятельства, что она здесь прозвучит достаточно уместно. Мы сейчас для вас исполним композицию реквием о речне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 ! Спасибо! ! Спасибо! ! 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 Виктория, ты еще думаешь идти или нет? не! Нет! Виктория! Неск父ы! Иногда не сталкивается! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! 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 вспомнить, что у меня сегодня встреча была, да. Мне очень нужен все время вот формирующий момент. Вот у меня формирующий момент – это миссис Вик уже очень много лет. Хочу рассказать одну великую, на мой взгляд, теорию. Я не знаю, если кто-то на это попал, ну, простите. Очень много лет нас с Викой спрашивали, вы что, сестры? И мы сначала так, а с чего вы взяли? Ну, вы внешне похожи, голоса у вас тоже похожа. Вот бывали ситуации, когда Вика, например, там чем-то занята, а у нее телефон звонит, а что-то там срочное. И я ей там, Вика, тебе звонят. Она, посмотри, кто. Я ей читаю, кто. Она говорит, ну, скажи, алло, но все равно нас, типа, не поймут, да, что это ты. Я говорю, Вика, ты мне хоть на пальцах объясни, что ответить. И она мне на пальцах объясняет, и я технично за нее, значит, беседы проводила. Если кто попадал, ребят, реально, за все годы нас никто никогда не раскусил. Вот это браво нам с ней, я считаю. И гениальнейший момент, который я никогда не забуду, приехали мы на гастроли в Саратов. Как вы себе думаете, приезжаем мы туда 1 мая, а 30 апреля в Москве мы ходили в футболочках, да, у нас уже лето, все хорошо. И, естественно, с собой никто теплого ничего не взял. 12 дня 1 мая в Саратове был полен с поезда, а там снег идет. Все прекрасно. Там идет снег, значит, Волга шириной 3,5 километра. И вот мы сидим, значит, нас кормят обедом в ресторане, стекла в пол, и вот эта Волга, она бушует, как море. Другого берега не видно совершенно. И тут Вике в глаз попадает пианино. Прям вот настоящая, просто пианино. Ну, советская такая. Ну, то ли заря, а фигня какая-то там. И она так, хоп, через стол у меня. Ну, что, говорит, развлечем поваров. Я говорю, ну, давай. А мы с ней все время поперем к мужику. Мужики все время против. Мы с Викой что-то придумываем, а мужики все время против. Она все говорит, дедки, ну, что вы начинаете, да, вот этот вот гастролик особенный? А мы такие, в нычку, ну, давай, все. Реально, я вам серьезно рассказываю. Вышли повара, Вика начала играть и петь. А, вышли повара, все повара этого ресторана, все начали танцевать. Вика после этого еще, после джаза, после джаза, она им спела казачьих народных песен. Вы знаете, как она умеет это делать, красивые, фишеверенные. Там люди просто плакали, стояли. Вы знаете, что они сказали после этого? Ребята, если вы ко мне еще в Саратов приедете, мы вас будем кормить бесплатно всегда. Вот я Вику помню такой. Заряд энергии, форевер, все время. Мне очень хотелось бы, чтобы вот это солнечное ощущение оставалось в каждом, в каждом из тех людей, которые хоть как-то, хоть однажды, хотя бы ненадолго прикасались к этому прекрасному, да? И еще я вам хочу сказать, если вы когда-нибудь в этом небе увидите розовые облака, я знаю, откуда это. Вспомните, пожалуйста, мисс Исбель, она всегда любила, когда я это говорил, Виктория Александровна Короткова. Я, к сожалению, Вику не знала, но как-то однажды, вот и два назад, когда Вики не стала с нами, ребята почему-то природные предложили мне попробовать топить, полетили в Миссисбек, но я отказалась, потому что мне кажется, что это место вообще святое, здесь занимательное, не должен никто. Поэтому сегодня мы поем свои песни. Рассуждать на тему смерти мы не увидим, потому что эти эпидемии мы, 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 с этим соприкоснимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я прошу, Боже, не хочу. Перегораю огнем. Загадок не продолжай. Я прошу, не надо. Я больше не хочу, не хочу тебя любить. Я больше не хочу, не хочу тебя любить. Да, может быть, все проходит. Я не держу, ты уходишь. Снова она, снова тихо. Вместо крика, вместо крика. Я больше не хочу, не хочу тебя любить. Я больше не хочу, не хочу тебя любить. Перегораю огнем. Загадок не продолжай. Я прошу, не надо. Я больше не хочу, не хочу тебя любить. Я больше не хочу, не хочу тебя любить. Я больше не хочу, не хочу тебя любить. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...